Здравствуйте! С вами по-прежнему канал Автоплюс и программа Попутчик. Однако сегодня, мы скажем честно, мы не выходим в прямом эфире, поэтому звонить в студию нам, увы, бесполезно. Мы записали эту программу во время выставки спорт-мотор-тюнинг в Москве в самом конце ноября 2007 года. И здесь у нас в нашей импровизированной студии на сцене телеканала Автоплюс собираются люди, имеющие прямое отношение и к автоспорту, и к тюнингу, и к тому, что вообще происходит с автомобильным миром в нашей стране. И я Андрей Леонтьев и мои коллеги Владимир Гаврилов. И Павел Федоров, и Артем Ротаков будут общаться в этой студии с нашими гостями. Первый из них это Вячеслав Незванкин. Сейчас ваша должность звучит как начальник управления спортивных автомобилей АвтоВАЗ, правильно? Совершенно верно. А до этого было форсированных автомобилей, что-то такое? До этого эта должность звучала начальник форсированных испытаний автомобилей серийного производства. Но, как подсказывает практика, если мы занимались всегда автомобильным спортом, то, наверное, суть работы, она должна определять название. Поэтому пред нашим новым президентом Борисом Сергеевичем Алешиным буквально месяц назад было принято решение о переименовании нашего управления в управление спортивных автомобилей, что более понятно и внутри завода, и снаружи. Тем более, что, конечно, ваша продукция была далека от серийной, и все дальше и дальше она остановилась, особенно с появлением Lada Revolution. Какова судьба этого проекта? Потому что ходят слухи, что, возможно, Revolution снова, вот этот российский спортпрототип такой легкий, снова вернется на трассу. Ну, это уже не слухи. Буквально сегодня в рамках спортмотор-тюнинга прошла бесконференция, где вице-президент АО «АвтоВАЗ» Владислав Валентинович Капустин озвучил программу, подписанную нашим президентом на 2008 год. В соответствии с этой программой в национальной гоночной серии Lada в следующем году стартует два класса. Кубок Lada Kalina и кубок Lada Revolution. Слушай, автомобиль будет модернизированным, он будет отличаться от того автомобиля, который был в прошлом году. Мы установили новый двигатель 1.6-16-клапанным, тем самым повысили мощность и момент. И установили нашу новую модернизированную коробку передач. Ну, специалисты поймут, которая может держать до 30 кг момента. Соответственно, скорость, надежность, мощность автомобиля увеличилась, улучшилась. Ну и, соответственно, поработали с подвеской. Ну вот да, потому что многие пилоты жаловались, оправданно жаловались на некие родовые болезни автомобиля, особенно на его такую странную управляемость. То есть сначала автомобиль как бы неохотно вписывался в поворот, а затем он начинал просто закручивать. То есть такая недостаточная поворачиваемость сменялась избыточной резко. Это происходило все практически не под контрольный момент, наступал водителю. Совершенно верно. Это было на заре, ну, собственно, на момент рождения автомобиля, первый год его эксплуатации. Но для нас каждый гоночный сезон – это огромная база научно-техническая, благодаря которой наши конструкторы постоянно работают над автомобилем, работают над ошибками. И на сегодня этих проблем уже нету. В прошлом году все пилоты, которые выступали в классе «Лад Революшн», они это отметили. У нас, к примеру, в прошлом году в «Лад Революшн» не было ни одного технического схода. То есть или были вылеты, связанные с ошибками пилота, или какие-то спортивные инциденты, а по техническим причинам ни одного схода. Ну, я думаю, это вот яркая иллюстрация того, что те проблемы, которые есть, а они будут, нет предела совершенству, они в рабочем порядке решаются. Владислав, я так понимаю, что сейчас автомобиль «Ладо-112», хэтчбэк, он наступает место к Алине, в кольце, в моноклассе. Правильно это так? Да. Значит, очевидно, что, да, таким образом завод решает некие свои маркетинговые проблемы. Значит, понятно, что автоспорт, он должен поддерживать серийное производство, это как бы здесь меценатов нет, это все понятно. Вопрос, что будет с теми людьми, у которых уже сейчас есть «Ладо-112» и куда делаются эти машины? Мы ни в коей мере не бросаем класс кубок «Ладо». И, как вы знаете, на сегодня есть даже альтернатива, есть еще класс национальный. Мало этого, для того, чтобы автомобиль не простаивал после летнего сезона, мы организовали и уже четвертый сезон проводим кубок «Ладо» по зимним трековым гонкам. В этом году он пройдет в два этапа. В Москве первый этап и финал в Самаре. На Самарском ипподроме. Поэтому работа эта идет с пилотами. И зимой, и летом они могут принимать участие либо в рамках зимнего чемпионата, либо в рамках национальной гоночной серии «Ладо». Никаких вопросов в этом плане. Понятно, хорошо. Вернемся к Калине. Значит, монокласс, замечательная история. Все пилоты в равных условиях, единые требования ко всем автомобилям, которые предъявляет завод. Наверняка вы будете опечатывать даже какие-то, опломбировать узлы и агрегаты, в которые невозможно вмешиваться по ходу сезона. Вы берете на себя какую-то, наверное, ответственность и гарантию на эти автомобили, на какие-то, опять же, узлы и агрегаты. Так, да, все происходит как в моноклассах европейских. Но кто те пилоты, кто те люди, которые поедут? Ну, во-первых, класс поехал уже в прошлом году, и у нас было 10-13 пилотов на каждом этапе. За массовость мы совершенно не волнуемся, потому что автомобиль достойный, автомобиль конкурентный и по цене, и по качеству. Мало этого, в следующем году «АвтоВАЗ» в рамках этого класса продолжает поддерживать молодых перспективных пилотов, и в рамках этого класса будет реализована программа «АвтоВАЗ новому поколению». Совершенно бесплатно «АвтоВАЗ» предоставит 5 мест в 5 командах, 5 автомобилей с полным обслуживанием для пятерых пилотов, которых мы отберем до начала сезона. А как будет проходить отбор? Лучшие попадут по определенным... Ну, откуда есть картинг ребят будет? Конечно, и картинг, и есть масса ребят, которые, так сказать, участвуют в каких-то других соревнованиях. То есть, во-первых, желание, желание пилота участвовать, ну и его результаты, то есть тот его багаж, который был до этого, все эти факторы будут учитываться. Опыт отбора у нас есть. Как известно, в прошлом году эта программа была реализована в классе «Лад Революшн», куда мы отбирали десятерых молодых пилотов, которые на сегодня себя нашли и в других соревнованиях. Это ведь еще и некий трамплин для молодежи. Как известно, автомобильный спорт – очень дорогое занятие, и молодежи нужно дать какой-то вектор в жизни, поддержать их, чтобы они дальше продолжали свою карьеру. Это здорово, это все правильно, но мне почему-то сразу на ум приходит кубок Пола, тем более, что Калина – это, в общем, одноклассник Пола, где абсолютно все участники – это ребята в возрасте до 19 лет, потому что там возрасте старше нельзя, для них организуются единые сборы, для них организуется единая сервисная поддержка, автомобили обслуживаются в едином центре. То есть некая такая история, которая позволяет молодым, да, пусть в том числе и за свои деньги, они привлекают к этому делу своих спонсоров, но они знают, что есть мощная инфраструктура, которая позволит им выстрелить. И эти гонки проходят тогда же, то есть в тот же день, когда проходят гонки ДТМ, например, и Формулы 3, и Кубка Порше, да, то есть какой стимул у молодого парня, там, 15-16-летнего, сесть за руль этого Полика, да, прохватить, и вот на глазах вот у этой публики, которая пришла смотреться на мост. Вот мы увидим когда-нибудь, у вас вот хотя бы рассматривались такие варианты в рамках, скажем, Калины, той же самой? Конечно же, совершенно верно, Андрей, ты отметил, что помимо того, что производитель должен дать или продать автомобиль, производитель должен и его профессионально обслужить, и подготовить команду механиков, инженеров, которые бы обслуживали автомобиль на выезде. Соответствующие условия создали. Сервисную зону, необходимый инструментарий для того, чтобы это делать быстро и качественно. Конечно же, мы этим будем заниматься, не все сразу, но в следующем году, я вас уверяю, будет гораздо в этом плане лучше организовано сервисное обслуживание, как и для молодежи, так и для любого, кто захочет купить наш автомобиль. Это, в конце концов, наш имидж, наш бренд, да, это наше лицо. Но Кубок Калины, все-таки он будет, не будет возрастных ограничений, то есть и возрастные пилоты, люди, которые, как бы, так сказать, полулюбители, тоже смогут участвовать. То есть молодежный класс вы из него не будете делать? Нет. Это та программа автовазовного поколения, да, там будут возрастные ограничения. Ну да, естественно, но в целом класс будет доступен всем. Понятно. Что такое, так сказать, вот новая некая организация или новое дыхание в литвую организацию «Ладо Моторспорт»? Что там сейчас происходит? И красивые проекты новых зданий, каких-то технических центров. Ну, не секрет, да, что у любого автопроизводителя есть некое придворное такое спортивное ателье с подобным названием, там, «Рено Моторспорт», «Порше Моторспорт», «Ауди Спорт», «Макларен» и так далее, и так далее. У всех практически. Даже говорят, сейчас и китайцы очень активно начали двигаться в этом направлении, и вот что-то уже там, какие-то слухи приходят по поводу китайского… Если китайский автомобиль станет еще и быстрым автомобилем, это будет… Да. Это будет катастрофа. Ну, тем не менее. Поэтому мы идем в этом же направлении, и на базе управления спортивных автомобилей, на базе небезызвестной фирмы «Торгмаш» национальной гоночной серии «АвтоВАЗ» в будущем будет создано единое юридическое лицо «Ладоспорт». Как раз вот на втором этапе развития этого подразделения мы планируем реализовать идею строительства инженерно-производственного центра «Ладоспорт», проект которого на выставке «Спорт Мотор Тюнинг» мы показываем. Да, оно красивое, оно в таком… в стиле кинетика. Понятно почему, потому что на сегодня архитектура и дизайн такого рода подразделений, такого рода зданий уже являются инструментом маркетинга. Помимо этого, там планируется создание инженерного центра, центра стиля, центра дизайна и сборочных и производственных мощностей. Сегодня в этом проблема. Сегодня в этом проблема. Ведь основная задача такого подразделения не только участвовать фирменными командами и двигать бренд-производителя, но и следующим шагом производить технику, производить узлы-агрегаты, оказывать сервисные услуги и, конечно же, использовать лучшие спортивные технологии, генерированные в автомобильном спорте для тюнинга. Да, для мелко-серийных. Мелко-серийных, да, совершенно верно. Понятно. И последнее, да, еще один проект, который вот был сейчас анонсирован, «Алада Ринг». Вот несколько слов об этом, что это такое, и какого класса будет эта гоночная трасса, то есть до какого уровня автомобили, скажем, у нас может принимать. Логично и разумно, если в Самарской области появится автодром. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Или под боком такого крупного автопроизводителя, естественно. Да, крупнейшего в Европе, выпускающего один миллион автомобилей и машинокомплекта в год. Поэтому для нас автодром, ну, это стратегический проект, не скрою, это проект, где мы можем показывать товар лицом, где мы можем обращать в нашу веру потребителя, где мы можем генерировать, будем говорить, и продвигать автомобильную культуру в массы. С этим у нас большие проблемы, к сожалению. Если посмотреть те результаты дорожно-транспортных происшествий, которые по году, это же очень-очень катастрофичные, наверное, цифры. При этом автомобили у нас гораздо меньше, чем в цивилизованных странах. Поэтому в данном случае автоспорт и наличие трасс – это основа, это формирующий элемент развития автомобильной культуры в стране. Вот эти вот все слагаемые, они в конечном итоге определили нашу основную цель строительства автодрома в Самарской области. С точки зрения места мы долго искали и нашли уникальное место в Самарской области, которое находится между Самарой и Тольятти, посередине. Рядом пересекаются все пути. Воздушный. Ну там же аэропорт находится, Курубыч, конечно. Известный совершенно. Не нужно объяснять. Водный – река Волга в 4 километрах. Как раз в месте впадения реки Сока в Волгу находится прекрасная пристань, где любые желающие могут оставить свои яхты. Те, кто приплывут. Те, кто поедет на автомобиле, поедет по федеральной трассе М5. Через Сызрань, да, естественно. Ну понятно, что там место хорошее. Плюс железная дорога. Да. Железная дорога, которая как раз обеспечивает приезд туристов на Грушинский фестиваль. Вот от этого места до Грушинского фестиваля 3,5 километра. На Грушинке собирается до 350 тысяч человек. А если еще совершенно случайно организаторы гонок и организаторы фестиваля совместят это каким-то образом, да? Ну, по-моему, люди совсем разные собираются. Вот, вот. То есть идеология, как бы, она мероприятий, но абсолютно разная. Ну, тем не менее, будем идеологию продвигать. Понятно. Что касается гонок. То есть вы будете использовать эту трассу, я понимаю, что не только как собаки-носиние вы будете вот, так сказать, в своих целях, но будете ее как коммерческое предприятие. Конечно же. Для... Что это будет? То есть, я имею в виду класс автомобиля, который сможет принять трасса. Формула-3 способна будет там ездить? Или трасса все-таки будет короткая, узкая, там, я не знаю. Трасса второй категории. Угу. Вот. То есть все гонки, кроме Формулы-1. Вот это ответ, да. Понятно, да. Кольцо. Кроме этого, это будет комплекс трасс. Мы планируем там же построить ипподром 1600 метров. Для того, чтобы проводить гонки зимой. И для того, чтобы трасса зимой не проставила. Картинговую трассу обязательно. И внутри овала 1600 метров трассу для мотокросс. Ну и, соответственно, вся необходимая инфраструктура. Зоны безопасности, трибуны, гостиницы там и так далее, и так далее. Для комфортного времяпрепровождения потенциальных зрителей, которые приедут посмотреть. Сроки. Самый больной вопрос. Ну, потому что вот сейчас реально висят пять-шесть проектов строительства гоночных трасс по России. Вот все говорят, мы строим трассу. Все. Вот-вот-вот-вот. Вот, получается, чемпион в деревне. Да? На страну со 150 миллионов населения. Да, конечно, основная проблема отсутствия трассы. Тут мы полностью согласны с тем, что автоспорт не может развиваться в отсутствии автомобильных трасс. Но то, что Вадим Харлов в Ульяновске затеял, да, не без нашего участия, то, что затеяли в Казани Рустем Нургалеевич Миниханов, конечно, ему огромное спасибо, что он поддержал в свое время вот эту идею, с которой мы приехали в Казань. И асфальт там уже положен. Один из этапов национальной гоночной серии «Ладо» мы в следующем году планируем провести там. Идет какая-то работа в Смоленске. Не знаю, я честно говоря, там, насколько это будет реально. На Новой Риге под Москвой, да. Да. В Красноярске почти уже тоже готова трасса. Двухкилометровая трасса. И уже заказ оттуда поступил. Мы сейчас им делаем 10 кольцевых колен. В Красноярске делается, да? В Красноярске, да. Замечательно. Что касается сроков у нас, в декабре месяце уже назначено новым губернатором Самарской области Владимиром Владимировичем Артиковым совещание по этому вопросу. То есть более предметно можно будет поговорить после новогодних праздников о сроках реализации этого проекта. Конечно, мы, как, наверное, самые заинтересованные лица, желаем, чтобы это произошло максимально. Не, ну имея губернатора, который в прошлом, недавнем совсем был руководителем предприятия, в общем, можно надеяться на то, что как бы под сукну не положат. Ну что, желаем успехов. Будем надеяться, что в конце концов действительно хоть одна настоящая гоночная трасса у нас появится. Вот. Ваша ли будет первая, не ваша. Будем надеяться, что все-таки ваш проект тоже сбудется. Мы сможем, наконец-то, получить большой, серьезный автомобильно-технический комплекс, да, автоспортивный комплекс. Вот. Ну и удачи с вашими остальными начинаниями в виде серии монокласса «Калина» и «Лада Революшн». Спасибо. Спасибо. С нами был Вячеслав Незванкин, начальник управления спортивных автомобилей «АвтоВАЗа». Ждем следующего гостя. Технические достижения производителей автоспортивной техники порой не столь эффектны внешне, но все понимают, этот тюнинг самый конкретный. Единственный в стране производитель гоночных болидов «АвтоВАЗ» представил обновленную версию прототипа «Лада Революшн» РС-2. В классе «Лада Революшн» мы планируем модернизацию техники, мы переходим на новый двигатель, двигатель 1.6-16-клапанный, до этого у нас был 8-клапанный двигатель. Тем самым автомобиль станет еще мощнее, еще надежнее. Поработали с подвеской автомобиля, он станет более устойчивым, более управляемым. В рамках национальной гоночной серии «Лада» в 2008-м пройдет по 5 этапов «Лада Революшн» и «Лада Калина». «Калина» уже прошла обкатку вне зачета «Туринг Лайт». При сохранении базовых деталей за счет настроек системы управления двигатель 1.4 развивает мощность 112 лошадиных сил. В национальной гоночной серии «Лада» будет класс «Кубок Калины», как раз в рамках которого у нас планируется новая программа. Программа по поддержке молодых перспективных пилотов, программа «Автолаз» новому поколению. Это еще один подарок новому поколению от «АвтоВАЗа» – гоночная трасса «Лада Ринг». Это очередной амбициозный проект строительства гоночной трассы в России. Стоимость этого автодрома второй категории – это значит все, кроме «Формулы-1» – порядка 30 миллионов долларов. Впрочем, у этого проекта больше всего шансов, поскольку за ним стоит такой автомобильный гигант, как «Тольятинская Лада». Белая дорожка из «Папье-Маше» – это будущая трасса длиной порядка 4 километров. Сам автодром будет расположен между Тольятти и Самарой. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша импровизированная студия на выставке «Спорт Монтертюнинг» в Москве продолжает свою работу. И мы возвращаемся к теме большого, настоящего, большого спорта, даже организации большого спорта. Потому что у нас сейчас очень занятый человек, которого тяжело застать. Но вот мы сумели здесь выловить в этих залах Сергея Трюшакова, ответственный секретарь Российской Федерации, в котором мы с удовольствием зададим несколько вопросов, вопросов того, что будет в нашем российском автоспорте в 2008 году, и чем он нас порадует. Здравствуйте, Сергей Трюшакова! Здравствуйте, дорогие друзья! Значит, вопрос первый и самый принципиальный. Когда у нас закончится чемпионат деревни Островцы? Как многие совершенно, на мой взгляд, несправедливо называли то, что происходило в 2007 году в Российском кольце. Напомню, что зрителям, что трасса, единственная трасса в России, пока стационарная, готовая трасса, находится в Мечково, это деревня Островцы. Вот поэтому такое обидное название. Ну, не надо обижаться, потому что гонки на самом деле прошли. А что касается кольца, то в следующий год, я думаю, нам преподнесет как минимум пару сюрпризов. Дело в том, что в середине года будет готова трасса в Смоленске, и на это есть все основания, что она будет готова, и что там пройдут гонки, начиная с июля месяца. Трасса будет лицензирована Международной Федерацией, и, по всей видимости, восьмой год это будет установочной для того, чтобы провести в девятом году какие-то международные гонки на ней настоящие. Настоящие-то что имеется? Сразу, да, говоримся. Это Формула 3, это GP2, это ДТМ, это туринг европейский. Что это будет? Ну, начнем давайте с простого. Давайте начнем с того, что мы проведем гонки для чемпионата северной зоны, в которую мы входим. То есть это для Швеции, Норвегии, там. Я думаю, что можем будет провести гонки и в козовных классах, и в формулах. А потом мы будем рассчитывать на то, что к нам приедет чемпионат Европы и чемпионат мира в туринге. Очень хорошо. Что касается российских новых классов, они появятся или нет? Или это будет опять же трансформация одного класса в другой? Я думаю, что, наверное, все-таки нам надо сохранять некую стабильность. И что лучше всего, когда у нас гонки происходят в тех классах автомобилей, которые понятны гонщикам. Конечно, мы будем смотреть за мировыми тенденциями. То, что происходит, например, сейчас в ралли. Там меняются несколько классов автомобилей. Но принципы остаются главные старыми. То есть мы будем смотреть и за тем, что развивается. Особенно эта тенденция сейчас сильна в картинге. Там много новых классов проделось. И будем смотреть, что происходит в кольце, в ралли, в кроссе и так далее. Чем будет отличаться формула 1600 от формулы 3 Lite? Это игра слов? Или здесь какие-то будут действительно отличия в регламенте? Ну, на самом деле, сейчас идет как раз проработка вопроса о том, какая будет формула эта в следующем году. Вот. В предыдущие годы формула базировалась в основном на вазовских моторах. Вот. Для того, чтобы дать гонщикам возможность выступать на любой спортивной технике, нам, по всей видимости, я не говорю сейчас обязательно так, но, по всей видимости, придется некую свободу им дать, для того, чтобы они могли ездить не только на двигателях вазовских, но и на любых других, у которых 1600 кубов объема. То есть Volkswagen, например, может допустить, да, Renault там, да? Да, да, да. То есть мы должны не ограничивать людей свободой выбора, а ограничивать их техническими требованиями, чтобы они не, ну, что называется, не удорожали свой автомобиль. Потому что иногда технические требования, чем они более свободны, тем дороже автомобиль становится. Следующий вопрос. Что касается моноклассов. Ведь моноклассы в любой стране это то, что движет вообще автоспорт как таковой, да? Конечно, конечно. Потому что, с одной стороны, интерес производителя, с другой стороны, в основном в моноклассах едут или любители, полулюбители, да, полупрофессионалы, либо молодежь. Вот куда деваться сейчас полулюбителю, вот, или совсем молодому пилоту, который хочется попробовать уже не за рулем картинга, а за рулем какой-то взрослой машины. Вот у них есть, ну, кубок пола, идеальный пример, да? Был. Ну, хорошо. Я говорю, в Европе, в Германии. Да, в Европе, да. Кубок пола, идеальный пример. Молодые пацаны, там, до 19 лет, общие сборы, полуармейская дисциплина. Машины обслуживаются единым производителем, да? То есть, прекрасная ситуация для развития именно личности, да, вот, персоналии. На самом деле, таких серий должно быть много. Вот. И буквально, ну, два часа назад я разговаривал с руководителями ВАЗовского спорта, с руководителями ВАЗа, ровно на эту тему. Потому что, значит, вот сейчас к российскому автомобильному спорту ВАЗ стоит ближе всех из производителей, из российских. И поэтому этой ситуации обязательно надо пользоваться для того, чтобы создавать машину, которая могла бы именно, вот, быть такой машиной, которая для спорта, для массового. И у них для этого все есть. У них есть калина. Не надо ее там только сильно делать дорогой машиной, но для того, чтобы создать такой класс калины, у них все есть. И я думаю, что эта машина поедет очень быстро. И быстро, как гоночный автомобиль, и быстро, как широко распространяющийся класс. Хорошо. А что у нас будет происходить с новыми, как бы, такими, ну, можно сказать, спортивными дисциплинами, можно сказать, с элементами, с спортивными дисциплинами, с элементами шоу? Я имею в виду дрэгрейсинг и дрифт, например, да? То есть, обращайте внимание на эти вещи. Или это, как бы, как были дворовыми такими, а не покатушками, так и остаются? Ну, вообще, на самом деле, дрэгрейсинг у нас, как дисциплина, в достаточной степени сейчас хорошо развивается. И это правильно, что, значит, ребята, которые хотят себя в чем-то проявить, они приходят в дрэгрейсинг. Ну, как правило, это люди, у которых есть достаточно много денег, потому что машина, как ты сам понимаешь, дорогая, да? Но, тем не менее, это один из вариантов вовлечения человека в автоспорт. Вот, что касается дрифта, то это все-таки больше шоу. Это все-таки показ людям, как можно красиво, плавно там... Да, и вопреки спортивным, как бы, требованиям, наоборот, да? Ну, почему вопреки? Нет, ну, как бы, в кольце машина наоборот должна, да? То есть, чем меньше у нас кольцит, тем она быстрее. Ну, да, ну, это, понимаешь, как... Это же, ну, что называется... Вот спорт, он тема хорошая в своем многообразии, пусть он будет разный, пусть и там будут разные дисциплины. Но все-таки там в дрифте я не очень понимаю, как можно чемпионат разыгрывать, потому что это... Ну, это тоже так, как танцы. Ну, по фигурному катанию разыграют в чемпионат? А, ну, может быть, до этого доживем. Но это жюри надо создавать, там, придумывать систему оценок, там, ну, разовьется, значит, будем этим заниматься. Хорошо. Как сейчас будет строиться система, и как она выстраивается на данный момент, думаете ли в ее развитии? А система вот выделения молодых кадров? Потому что то, что происходило до сих пор, богатый папа имеет возможность вывезти ребенка в Европу, ребенок ездит в Европе, добивается или не добивается чего-то, да? Все. Что касается возможностей в России, да, ни у богатого папы, ни у талантливого парня без богатого папы никаких вариантов нет. Да. Да, да и да. К сожалению, пока это будет так. И ближайшие пару лет это будет продолжаться еще так. До тех пор, пока государство, наконец, не поймет, что любое развитие, оно строится на базе того, что есть дети, которые этим интересуются, да? Вот у нас сейчас активно очень пошло развитие картинга, и, к сожалению, мы пока не находим должного понимания в Росспорте на эту тему. Потому что они могут, скажем, создать вместе с нами некую такую систему, при которой человек, у которого явно есть задатки, ребенок, у которого явно есть задатки хорошего спортсмена, но нет богатого папа, мог бы вырасти до уровня Шумахера. А это период очень короткий, потому что в 18 лет, если человек проявил себя, он уже может где-то претендовать там на... 16 сейчас уже, да, да. В 18 он может уже претендовать сесть в Формулу-1. Да, да, я говорю, да, но если до 16, то на сегодня все. Да, все, тогда, значит, до свидания. Ну, дело в том, что, значит, это папа или мама или кто-то должен вот этого человека поднять. Сейчас это может сделать только папа с деньгами. Да. И когда у нас будет, в конце концов, такая ситуация, в которой любой мальчик, который только прошел некий отбор и сразу станет ясно, что он способен, чтобы его можно было поддержать финансово, там, технически, экономически и другими способами, да, тогда вот эта система будет работать. Но тут, к сожалению, нужны деньги. Понятно. Ну и что у нас будет происходить в ралли, в кроссе? В ралли у нас будет происходить вот что. С этого года наш чемпионат стал открытым. Это значит, что любой из гонщиков любой страны может приехать и выиграть наш чемпионат. Все этапы нашего чемпионата теперь международные гонки. И я думаю, что этот вариант как раз позволит нам вырастить нормальных пилотов. Потому что вот, ну мне вчера ребята позвонили, говорят, что Новиков достаточно хорошо ехал в Англии. Это вообще поразительный. Это вообще феномен, да, вот, фактически. Парень, которого прав нет еще. Нет, нормальный феномен, потому что человек к этому возрасту должен уже быть пилотом. Должен уже быть маститым пилотом. И хорошо, что он так хорошо едет. И слава богу, ему, так сказать, удача в этом деле. Вот. Что касается кросса, то в прошлом году мы, к сожалению, потеряли чемпионат Европы. Вот. Но это, скажем, временно. Потому что в апреле месяце приедет инспектор, который проверит Дмитровскую трассу. Мы проведем контрольные соревнования в июне месяце. И на 2009 год можем рассчитывать возвращение чемпионатов в Россию. Вот. Что касается чемпионата нашего, национального, то тут есть некие проблемы, я бы так назвал, принципиально политического и, значит, вот видения, чего куда развивать. Потому что совершенно понятно, что в кроссе самые большие проблемы экономические. Вернее, скажем так, самые большие экономические проблемы в кроссе. Сергей Викторович, были, например, и как бы они сейчас еще есть, да, вот как-то теплится все это, были гонки на выживание. Откуда вышло несколько хороших кроссменов. И там бюджет совсем другой. Это та народная гонка, из которой, да, появились в конце концов Леша Васильев. Он не пошел в кросс, он пошел в кольцо, да. И можно назвать, Олег Кисельман там себя очень неплохо проявил. Да, там Кириллов. Да, да, да. Полно. Аркадий Богомолов, да. Да, да, да. Значит, изначально в новых условиях, когда вот Россия возникла, когда возникли новые экономические условия, гонки на выживание, они правильную модель взяли экономическую. У них была правильная экономическая модель. А автокросс, который перешел из Советского Союза в Россию в новые экономические условия, он остался в старых экономических условиях и долго вот двигался, 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 то замедляясь, то ускоряясь где-то. Но с очень большим трудом переходил на новые экономические условия. И вот наша задача – быстрее его перевести в эту систему, где возникают спонсоры, где возникает хорошее телевидение, где возникает интерес у зрителя. Хотя, в принципе, интерес у зрителя всегда есть к любому автомобильному соревнованию, потому что оно происходит, как правило, там, где нету каких-то других мероприятий. Я был поражен, когда я попал в прошлом году на грузовой кросс в Броннице. Сколько же людей собирается посмотреть на эти летающие Зилы, которым уже 40 лет, конструкции 50. Ну, давай прикинем, что такое Бронница? Это обыкновенный заштатный городок, в который, скорее всего, Алла Пугачева не приезжает, и Филипп Киркоров. Для них любое такое событие – это событие. А если туда приезжает чемпионат, если это красочно, если это интересно, то, естественно, народ туда валит валом. Или любого такого, значит, городка, для любого городка. Автомобильные соревнования – это соревнования, которые привлечет очень много народа. Главное, чтобы туда приехал телевидение, а за телевидением туда приедет спонсор. А за спонсором придут деньги, и вся эта штука начнет дальше и дальше развиваться. Следующий большой оптимист, но надеюсь, что ваш оптимизм, он как бы действительно, он построен на нормальной модели развития, да, поэтому он… В общем, дело, Андрей, значит, оптимизм у меня почему? Мы начинали с очень трудных условий в 90-е годы. И если у нас было в 92-м году 120 соревнований, а в этом году 600, то есть просто в 5 раз больше, и тенденция идет вверх, то совершенно понятно, что оптимизм есть. Мы не можем остановиться на этом. Мы и дальше будем двигаться вперед. И понятно, что те, кто сидит на выставке, кто выезжает на гонки, они как раз и позволяют тому оптимизму и существовать. Спасибо. Друзья, мы говорили с Сергеем Викторовичем Шаковым, ответственным сотрудником Российской Мобильной Федерации, о том, что происходит в нашем автоспорте и о том, что нас ждет в будущем году, а может быть через год. Заглянем в календарь и посмотрим, насколько прогнозы Сергея Викторовича, они сбылись. Будем надеяться, что так оно и будет. Спасибо большое. Спасибо. А мы продолжим через несколько секунд. Добрый день. В эфире программа «Попутчик Гольст-студия». У нас сегодня необычная ситуация. Мы на выставке. В гостях у нас Игорь Козлов. Приветствую. Приветствую, Вадим. Мы сегодня поговорим о тюнинге. Причем не в обычном тюнинге, а о тюнинге автомобилей внедорожных. Я смотрю, у вас на стенде, на вашей выставке, несколько машин, 4 машины, да? Да. Три ренгера, один чирок, но они абсолютно разные, если разобраться. Ну, в общем-то, свой эстет я делал, чтобы они, концептуально, машины были разные. И концепция какая? Во-первых, там историческая подоплета. То есть, начинается три поколения ренгеров. У меня клуб называется «Уфроуд Ренгер Клуб». Соответственно, как бы тематика, основная специализация по подготовке машин именно ренгеров. Так, конечно, поскольку я как спортсмен и как инженер могу тюнинговать любой внедорожник, ну, просто мое личное пристрастие именно к этим машинам. Она их просто связана с историей. Это прямые потомки знаменитого «Виллиса», с которым вообще все началось. Все внедорожники, да. Все это безобразие с него и началось. А ты даже как-то, я видел сюжетик в каком-то, даже не в одном, мне кажется, а на «Чероке» был, да? «Чероке» в том числе. Ну, поскольку как бы одна компания, и «Чероке» с ренгером слегка пересекается по агрегатам. Слегка? Ну, двигатели, трансмиссии, мосты, практически все то же самое. Кузова, конечно же, да, разные. Ну, да, то есть, в принципе, база одна и та же. База одна и та же, да. Поэтому очень много пересечений. И поскольку, опять же, приверженность именно этой марки, ну, это моя личная, может быть, да, поэтому я и в спорте начинал, и сейчас продолжаю гонять именно на этом внедорожнике. Ну, опять же, ренгер для гонок не совсем правильно, а в мобиль для ралли-рейдов. Почему? Я чемпионом России стал в двух категориях автоспорта, и в тропе-рейдах, и в ралли-рейдах. Ну, машина, именно ренгер, на больших скоростях, поскольку за счет своей короткой базы и рессорной подвески, при скоростях уже больше 40-х час, на большом насильном внедорожье, при сильной тряске, уже борьба идет не с соперником, не с трассой, а с союзом с собой. Потому что подвеска, она, конечно, не рассчитана на такие скоростные перегрузки. То есть она при этом еще же козлит, да? Да. То есть, если сравнить... Когда идет сравнение рендера с нашим знаменитым козликом, ну, где-то отчасти да, потому что за счет вот этой жесткой рессорной подвески. Вот, поэтому в ралли-рейдах я катаюсь на более длинно-базных машинах, и с другой подвеской это Чироги, а в друфе Рейден катался или катаюсь сейчас. Это вот рендер, опять же, разной возрастной категории. И на стенде у меня было три стихии. Это знаменитый CJ7, в предшествии рендера, который выпускался с 1977 по 1987 год, у меня 1981 год. То есть она уже имеет коллекционную, во-первых, стоимость и коллекционный интерес. Дальше идет рендер периода с 1987 по 1996 год, рессорная, с квадратными фарами, которая называется классический рендер. Наши предшественники называли в прошлый CJ7. И, ну, у него, у рендера аббревиатура у следующих YJ. И следующее поколение, которое выпускались с 1996 года по 2006, это DJ такого черного цвета машина. Вот три поколения разных. И показал три разные концепции подготовки этих машин. Старенький, синий, CJ. Это для очень тяжелого бездорожья, ну, очень. Это та машина, которая сделала меня пять лет назад в первый раз чемпионом. Изменения в ней сильные. Начну как бы с конструкции. Ну, поскольку как бы статистика после любой гонки бы большая, собираю я ей много как инженеров. Соответственно, то, что рвется, то и нужно усиливать делать. Хотя, извиня, перебью, существует анекдот по поводу того, короткая получается такая ремарочка. Конструкторы собрали новый самолет, и он, не взлетая, все время отваливается крылья. Они могут понять, что сделать. И тогда один умный человек сказал, ребята, пусть будет по принципу талетной бумаги. Сделайте перфорацию. Потому что талетная бумага была, перфорация не берется никогда. На самом деле, как-то не в жизни такой эффект вместо жизни. Поэтому та статистика, которая накоплена в боевых действиях, как военные год за три, в общем-то, у спортсменов то же самое. Тот боевой опыт, который мы накапливаем от старта к старту, он просто неоценим с точки зрения постройки. Ну, как бы, надежность агрегатов можно увеличить. То есть, автоспорт, любой автоспорт, он технический вид спорта. Конечно, от экипажа зависит, прежде всего, от его профессионализма. Но дальше результат зависит и от подготовки самой машины, то есть, от ее технического вооружения. И, естественно, от того, как эта машина подготовлена. То есть, от золотых групп механика. Поэтому три составляющие, которые потом позволяют пилотам занимать хорошие места. Так вот, ту статистику, которую мы набираем на гонках, то есть, вот эта инженерия, которая вложена в этих машинах. Опять же, возвращаясь к Сиджея. Значит, там стоит кизель от Мерседеса. То есть, была концепция такая. Самое простое и самое надежное. Даже из разных марок, да, то есть, от разных автомобилей. Но самое надежное и простое, чтобы можно было, если сломалось, в любом месте, в любом поле, там, починить в любых условиях. И концепция была такая. Соответственно, от него осталась усиленная тюнингованная рама. Отказался от рессорной подвески, потому что хода подвески, артикуляция достаточно маленькая. Переведена она на пружины. Добился хода подвески по полметра. То есть, артикуляция очень приличная. Изменил угол въезда, съезда. То есть, она практически меня берет, практически вертикальные стены. А каким образом углы? Сдвинутые мосты. Вперед, двинутый мост и назад. Для того, чтобы угол въезда и съезда, да, он меньше. Изменена угол рампы, так называемые, то есть, когда, условно, то, что проходит холм между колесами, да, и до верхней точки, до раздатки, до защиты ГПП и раздаточной коробки. Вот эти основные геометрические параметры были введены в инженерию подвески. И плюс, она именно пружинная. И пружинная, она позволяет все-таки делать больше артикуляции. И всевозможных свесов, то есть, да, получается меньше. Потому что, если идем по болоту, то есть, это все сгребается, да, и это получается, как якорь. А здесь, получается, только три точки. Это диаметр колес, клиренс, который ограничивает с высотой, да, клиренс. Все, больше ничего мешает. И реактивные тяги, которые, практически, стоят там за колесами, они не мешают. Опять же, по трансмиссии, по мостам, именно по мостам, опять же, были использованы наши знаменитые УАЗовские портальные мосты. Надежность их, говорить не буду, действительно, отработана и военными годами. Наша конструкция, туда внедрены блокировки всевозможные дисковые тормоза, то есть, сами мосты поверглись тоже тюнингу дополнительному. Плюс, опять же, при поломке, я независим, да, у любой деревни можно найти запчасти, тем самым, как бы, ее ремонтопригодность и то, что она может двигаться дальше, как бы, в разы увеличивается, да. Стоят профессиональные лебедки спереди, сзади. Стоит на 200 литров подогреваемый бак двухсекционный. То есть, если короткие какие-то соревнования или берез, одна секция заправляется, если длинный перегон какой-то, там до 1000 км тяжелого бездорожья хватает, заправляется две половины. Плюс, в темных условиях, это еще и все подогревается, специально сделан подогрев. Слушай, а на сколько литров получается бак? Потому что, ну, насколько я знаю, Рейнгер ест порядка 20 литров, да? Это так, то есть, бак 200 литров, соответственно, 200 умножаем, вернее, делим, ну, дизель. А, ну, дизель, там расход другой, да? Да, опять же, говорю, в боевых условиях он ест 20 литров, вот, как бы, да, и не хитрое вымчисление, как бы, оно и получается. Ну, есть, естественно, возможность, там, экспедиционный багажник, есть возможность еще брать с собой топливо, специально есть ниша для кондистров, дополнительные, если не будет. Внедрены емкости для питьевой воды, всевозможные ниши для инженерного оборудования, для лопаток, отжеков, две профессиональные лебедки спереди на 5 тонн, сзади вспомогательные на 3,5 тонны. Ну, вот такая концепция, специально облегчен, сделан тентовый, что если вдруг машина переворачивается, особенно в горных условиях, ну, там каркас безопасности, если что, подшил, поехал дальше. Вот такая концепция. Следующее поколение, рендер, в общем, сегодня рендер 96-й. Который YJ. YJ, уже по названию рендер, он у меня здесь расписанный. Да, концепция тюнинга другая. То есть эта машина сделана внешне красиво, на ней нарисована аэрография, автор рисунка Владимир Кононов, художник есть, автор идеи я сам. Там нарисована вся история шипостроения, начиная с знаменитого Виллиса и кончая концептом. Нарисованы 9 независимых друг от друга картин, но они объединены одной композицией, то есть как бы такого перехода незаметного получается. С одной стороны, это получается как бы одна композиция, но они 9 независимых сюжетов. 5 из них взяты из жизни. И нарисованы самые известные в линейке джипа, самые известные модели. Разных годов, разной комплектации. Работа велась полгода, именно аэрографическая. Володя, конечно, самый художник, тяжело ему было, потому что я добивался именно фотографической точности. Именно прям вот была такая кипа литературы. Он говорит, я уже больше, наверное, знаю по машинам, вернее, именно по этой марке, чем ты, наверное. Потому что все, начиная от протектора, окончая крючками, если возможно, тверными ручками, все нарисовано, как у настоящих машин. Поэтому фотографическую точность для художника особенно тяжело передавать. Два у нас профессиональных диплома, победивших в конкурсе аэрографии 2004-2005. То есть дипломы, где профессиональные художники оценивали и качество, и идею. Поэтому у нас именно по этой композиции два профессиональных диплома аэрографиста. Но машина сама сделана. Она раньше была у меня в спорте. Я с ней начинал свои первые шаги в далеком, в 1993 году как раз я с ней начинал в спорте. Это была машина, которая меня сделала чемпионом России в спринтах. Это стадионная гонка. Она была сделана под кросс. Потом она была разобрана просто до костей, до винтиков. И воссоздана заново, но с полным ребилдом. Было все отреставрировано, открашено, сделано. И от спортивного осталось только форсированный мотор. Стандартный был 4.2. Потом он перешел 4.2 к арбюратору. Потом он сделал 4-х рядовый инжектор. И сейчас сделано 4.7 инжекторов. Впрыск, прямой пуск, выпуск. Причем это делали мои мотористы, которые меня помогают в спорте. Сколько примерно лошадок сейчас? Сейчас на стенде после последнего еще одного нововведения сделали. Степень жадия еще изменили. Сейчас стенд показал 260 лошадей. То есть 140 было в начале карбюраторной версии. И достигли 260, причем не с помощью электроники, а только с помощью механической форсировки. Я как инженер, мне нужна надежность агрегатов. И независимо от электроники, я добился форсировки в 260 лошадиных сил. Там прямой пуск, выпуск, настроенный выпуск. Тоже целое месяц, наверное, полтора месяца я был в такой вот поисках решений инженерного. Потому что вся эта турбулент, все просчитано, все сделано. Добился результат и по звуку, и по выкупу. Вот сейчас имеет 260 лошадиных сил. Ну, а он тоже построен у тебя, да? То есть, в принципе, а его тоже можно выпускать, что называется, в поле? Его тоже можно выпускать в поле, но он больше сделан как вот такая, ну, драговая тема, да? То есть, для старта с места, да? Ну, понятно. У него разгон 6,5 секунд до сутки. При таких колесах и при такой концепции, да, при такой общем-то, это достаточно хороший результат. Вот, поэтому... Там сделана, ну, дорогая кожаная обивка, 2 киловатта музыки там вставлена. То есть, это моя любимая игрушка такая сделана. То есть, для души. Когда я катаюсь летом, снимается пластиковый веер, да? То есть, кабриолет красиво замечается. Вот, поэтому могу похвалиться там и внешним антуражем, и внутренним, да? То есть, то, что сделано. Там тормоза низкие сделаны, раздаточные коробки, передачные отношения. То есть, много технического тюнинга, которое, мама, я могу... Причем уже отработанный. Я понял. Хорошо, ну и третья концепция. И третья концепция, это следующее поколение. Рендера, диджей. Он сделан для активного отдыха, для экспедиционного варианта. Машина сделана для семейного отдыха, как ходить, там, для людей, которые любят передвигаться на большие расстояния, любят независимость. То есть, там машина оборудована всем. Даже есть кинотеатр свой, есть рация для связи с МЧС, да, с FM-овской. Даже спутниковая специальная есть связь. Если что-то есть, они забираются совсем в гебри, в лесу, где нет связи, FM-овской. Или раз уже не набивает, и мобильный телефон не работает, есть спутниковая даже, телефон, где они могут связываться через путь. То есть, в любой момент они могут послать депеш о том, что какая-то проблема, или послать привет своим друзьям, родственникам. Полностью укомплектованы всем инженерным оборудованием. Тоже две лебедки. Впереди основная на 4 тона, причем радиоуправляемая. То есть, если человек, который справа ассистирует, пилот помогает лене замочиться, то есть, он подцепляет его и стоит на другом берегу с помощью радиоуправления. Это лебедки делает. Для ленивых. Преобразовательное напряжение стоит. То есть, они даже если встают на отдых вечером, у них есть всегда 220 вольт. У них кофеварки, телевизоры. То есть, они все это разворачивают. И себя комфортно чувствуют в любом болоте, в любом лесу, независимо ни от кого. Но при этом двигатель должен работать, да? При этом, да, двигатель работает. Это, к сожалению. Хотя там постопливо, там получается, опять же, сделан увеличенный бак специально основной сделан. Там же, опять же, проблема любого ренгера, к сожалению, это нехватка места. Поэтому приходится вот эргономику просчитывать так, чтобы каждая вещь, взятая с собой, она была на своем месте, легко доступной и никому не мешала. Ну, чтобы ты знал, раз из своей ниши вытащил, там, допустим, отверху, топор, там, я не знаю, тюк с одеждой, да? То есть, и туда же положил. Все имеет свое штатное место. Вот это, как бы, когда владельцы ренгеров подъезжают на стоянку и начинают из своего ренгера все вытаскивать, у людей, которые видят, как же, говорит, как помните в мультфильме про Брекинбок, про Карлсона? Говорит, вот это большой дом мучительницы в этой маленькой коробочке, да ни за что. Так и здесь люди говорят. Вот это, говорит, весь туристический шар, который вы с собой взяли, все это было там, да. Вот поэтому... Да, вопрос просто продумать, как заполнить швезноважное пространство, да. Да? Ну, то есть, это как раз вопрос эргономики. Опять же, опыт большой, экспедиционный. У меня, я очень много в экспедиции ездил. Поэтому, естественно, свой опыт передаю людям, показываем, что вот надо так, так. Иногда много спорим с заказчиками. Они говорят, мы хотим так. Говорит, не вопрос, да? Потом, как вы свое мнение скажете, когда будете пользоваться этим, кто был прав, ты или я. Мне очень приятно, когда люди говорят, да, козло, ты был прав в том, что это действительно удобно. Когда каждый включатель в своем месте, там, тебе на голову ничего не падает, там, рычаги управления или какие-то дополнительные агрегаты сделаны именно по... Ну, то есть, по пилоту или по человеку, которому ассистируют, то есть, по его анатомии. Если человек полный, значит, это надо учитывать, да. Если человек худой, высокий, тоже надо учитывать, ну, соответственно, для того, чтобы он человек комфортный. Ну, а что еще? Какие новства есть в этой машине? Ну, опять же, то, что минимально необходимо, то, что уже отработано, я говорю, я всегда людям говорю, вот это, вот это делайте, и вы никогда не пожалеете, с этим соглашаются. А дальше те капризы, которые хотят заказчики, не вопрос, то есть обсуждаем, спорим, принимаем общие решения, и, как бы, все это делается на моей первой. Начиная от навесного оборудования и кончая, так вот, моторными проектами, все это делается. Ну, и стоит еще моя спортивное достижение, да, это рейдовая Чирок. Там тоже, конечно, изменения очень большие. А что там? Основные усилия, то есть, это по кузову. Если вы знаете, пановка Чирок, он не рамный, у него рама интегрирована. Основное, это было на усилии кузова, потому что при таких нагрузках, естественно, просто рвется. Статистика, опять же, набрана была большая, поэтому там не рвется, там, естественно, не рвется. Профессиональные каркасы, облогированные, все уже пиашные, стоят оборудование, баки, каркасы, ремни, навигационное оборудование для штурмана, спутниковое для него оборудование. Специальная подвеска, очень дорогие, очень дорогие амортизаторы. Стоимость даже, если не буду называть, то есть, очень дорогая. То есть, профессионально то, что он поддерживает такие нагрузки, потому что проблема любого амортизатора, он быстро от таких, такого движения быстро закипает. И, соответственно, как бы, ленинг уже не выдерживает. Ну, а сейчас этот Чирок у тебя ездит или стоит? Он ездит боевой, то есть, конечно, он создавался пять лет назад, и сейчас техника ушла гораздо быстрее. Очень тяжело соревноваться с машинами более дорогого класса, да, созданные на заводах, заводской инженерии. То есть, когда над машиной крутится там целое КБ, там, и сотни человек, поэтому, конечно, наши маленькие фирмочки уже здесь не на конкуренции. Но она сейчас в уровне уже Кубка России. То есть, на чемпионат России сейчас огонщики уже привозят импортные машины, покупают уже там, отстроенные, сделанные очень дорогие, но уже, как бы, сделанные там с импортной инженерией. Ну, и последний, наверное, вопрос тебе, как специалисту. Как ты считаешь, из обычных внедорожников, да, ну, есть такое выражение, одного человека я услышал, честный внедорожник. То есть, не паркетник, а вот тот, который работяк, который может лазить по грязи. А, кого ты выделишь? Сейчас мне такой задают вопрос. Я, как инженер, скажу, что нету слабых, нету сильных. То есть, нет идеальной конструкции, которую придумал инженеры еще. В любом, во всем мире. То есть, в одном внедорожнике что-то хорошее, а что-то у него, к сожалению, недоработано. Берем другой внедорожник. Что-то там лучше, а что-то недоработано. Поэтому задачей грамотного инженера заставить ездить ту машину, которую, ну, допустим, заказчик, я люблю вот эту. Не буду сейчас вдаваться в подробности конкретной марки, да. Я люблю вот эту машину, я ее люблю там по каким-то своим причинам. Ну, неважно. Моя задача заставить, чтобы его любимец ездил там, где он хочет. То есть, соответственно, как бы его минусы сделают плюсами. А плюсы, естественно, ни в коем случае не уменьшен, да, а только еще приумножен. Вот. Ну, безусловно, для тяжелого бездорожья пока равные конструкции, равные конструкции, пока еще более, конечно, в этом плане более сильные, более живучие, чем конструкции, которые а-ля для внедорожья. Ну, это дань моды и уменьшение стоимости, то есть, технологичности производства. Поэтому, безусловно, там уже кузова делают, лепят там несущими, да, подвески упрощают, так далее, так далее. Для того, чтобы уменьшить себе стоимость по построению этого автомобиля. Потому что, в данном случае, здесь уже людей интересует коммерческое составляющее. Вот. Поэтому, если берется машина для каких-то тяжелых условий, ну, тогда уже более детально подходим к тому, что давайте исходить этот список, там, допустим, доноров, как мы их называем, машин, которые потом специально подготавливают, он уменьшается. Говорю, давайте вот из этого списка выбираем то, что вам, там, допустим, нравится каким-то своим соображением. Список еще уменьшается, еще уменьшается, потом определяется как конкретная марка. И дальше моя задача как инженера, да, эту марку сделать так, чтобы она ездила в тех условиях, где попросит человек горы, значит, для горных условий. Потому что все, ну, универсального, опять же, 33 в 1, оно так и работает, да, нигде нормально толку не работает. То есть, все-таки, если есть направление, горное, болотное или, там, глинное, да, то и немножко по строению получается разное. Ясно. Ясно. Спасибо большое. Это была программа «Попутчик Гольдстудии», вернее, вызнаю ее сессию. Обращаемся с вами. До свидания.